На Украине снова неспокойно. Выстрелы слышны на Донбассе. По жилым кварталам города Ясиноват и украинские силовики открыли артиллерийский огонь. Погиб местный житель. С места события мой коллега Сергей Макаренко. Обстрел начался примерно в 12.30 ночи по московскому времени. Судя по характерному рисунку воронок, которые остались на улице, нам удалось определить направление, с которого предположительно ввели огонь. Это север, северо-запад. По словам местных жителей, снаряды на подлете они не слышали. Атака настигла их внезапно. Это значит, что киевские силовики применили артиллерийские системы калибром 122 мм. Один из снарядов пробил бетонную стену пятиэтажного здания, разорвался внутри квартиры, по сути оставил вместо квартиры труху. А вот эта красная лужа напоминает о том, что хозяину квартиры этой ночью не повезло. По-видимому, с Авдеевки. Нет, это не с Авдеевки. А откуда? Это с Красногоровки. Красногоровки. А вот у меня подруга, у нее дача в Новоселовке. Так она говорит, прямо там в лесопосадке стоят эти все установки. И вот буквально неделю назад нас обстреливали, они били вовсю. В результате этого обстрела как минимум три многоквартирных жилых дома получили значительные повреждения. Сейчас весь этот квартал без газа, но коммунальные службы уже работают, поправят они это быстро. Единственное, что поправить уже не получится, это потери среди мирного населения. Один человек погиб, один получил тяжелое ранение в бедро. Еще одному удалось выжить буквально чудом. Отошел покурить как раз в тот момент, когда в квартиру влетел артиллерийский снаряд. Я в этот момент сразу упал на землю и очень боялся. Но я знал, что моя мама будет волноваться за меня, и я побежал домой. Прибегаю, а у меня тупо окна раздолбанные, и оттуда идет пыль. Я сразу испугался, побежал домой, кричу «мама, мама». Четвертое попадание было наше. Потом муж забезгивает в коридоре, я к нему выскочила, в коридоре он говорит «я не могу его найти», там падает. И накрыла полностью нас. Без сомнений, за последние несколько недель это был самый сильный обстрел. Но интересно другое. Когда над Донецком и окружающими его городами гроза, вооруженные силы Украины открывают интенсивнейший артиллерийский огонь. Под прикрытием грома можно легко спрятать шум выстрела артиллерийского орудия. И силам народной армии действительно сложнее в разы определить точное местонахождение артиллерийской батареи, которая обстреливает жилые кварталы. Это опыт лета 2014 года. Чем дольше гроза, тем больше после нее жертв и разрушений. Сергей Макаренко, Павел Чуприна и Александр Левин. Лайф из Донбасса.